Итак, всем привет! Пока решается у нас судьба последней путевки в одну вторую финала, в полуфинальное. Морстамс играет с кланом Хан, игрок Винд. Я представляю вам первый полуфинальный поединок, в котором сошлись корейский вроде как игрок НСР Рейнджер. Очень он известен по Риму-2. Джан Фэй, по-моему, как-то вот так этого товарища зовут. Не часто его встретишь. Ну и два таких мощных, Хуан Шао со своим великолепным уроном и Гунду со своим вообще просто убийственным уроном в ближнем бою, у которого вообще обычного урона нет. То есть все, что он бьет, ну практически все проходит за исключением каких-то там определенных показателей типа уклонения и так далее. То есть никакой щит, никакая броня там его толком от него не спасают. Вот конники-налетчики, 3 хашки мы видим тоже, они берутся под Гунду, я так понимаю, они берутся. Да, это обычные всадники-охотники, легкая конница с луками по 400 монет. Что касается вот состава Зегана, сразу хочу обратить внимание. То, что про канала с Гамилькарой, есть, кстати, видеозапись у Асерора на канале, пожалуйста, можете посмотреть. Там все-таки больше это стратегические ошибки, если я не ошибаюсь, то также Ан-Дин вот эта вот карта была. И больше все-таки тактически, что в первом бою, что в третьем бою Гамилькар все-таки проиграл не из-за состава. Потому что когда у нас игра с вами под Каву, под вот этих вот героев, под взаимодействие героев, пехоты и кавалерии, то есть даже не со стрелками, поскольку мы видим, что стратегии, они не метовые герои, то вот такие вот составы, они обречены проигрывать. Вот, ну вот у меня-то именно такое вот мнение по этому поводу. Они тяжелые, они не мобильные, они не захватывают пространство. Блин, ну вот даже посмотрите. Я понимаю, что здесь расстановка-то вот эта у рейнджера-то, она вообще не хитрая. Тупо три кавы на флангах. Все, центр, вот, все, вот они стоят здесь. Эти вот антиларджевые юниты и все. И из-под них должны эти глашатые заходить, которые будут стоять там до упора. В то время как хашки должны отстреливать. То есть вот он, ну, не любит стрелков этот товарищ. На этом рейнджера, в принципе, можно ловить. Ну, и мы видим в составе здесь двух стреляющих героев. Бобец. Хэмань. Вот у Хэмань, это, кстати, бронебойный урон, обратите внимание, 960. У нее вот 600. Если бы 960 до три раза по 960, тогда еще нормально. Так, ну и Пэй Юаньшао тоже со своим великолепным уроном в ближке. 4-6. Точно так же, как и Гунду. Почти такой же, как Гунду у него урон. Ну, поэтому давайте посмотрим, как развивались события в этом поединке. То есть вроде бы и Чизовый состав и должен, по идее, выигрывать. Ну, с другой стороны, во-первых, все эти коробки замикрить сложно. Во-вторых, вы вынуждены держать эту коробку. Ну, идет пока перестрелка. Вот эти вот расстояния вы вынуждены соблюдать, чтобы не пропустить кавалерию соперника. И так далее. То есть, ну, нет у вас вообще никакого маневра. Так, ну вот стреляют они. Что, давайте-ка посмотрим, успели. Вот он, кстати, отстреливается на ура. При трех стреляющих, вот это уже проверено, он не добегает. Ну, еще мне приходят такие мысли в голову о том, что... Воспоминания, вернее. Я помню еще, когда начинал играть в Рим 2. Я пришел в Total War с Рима 2. Я помню, был какой-то поединок. Мы играли то ли 2 на 2, то ли 3 на 3. Тогда, конечно, зарубы были гораздо более такие... Ну, интересно, интересно было, интереснее было играть 2 на 2. чем в той же Атиле, например, и в Карле, которые вообще не предназначены для этого. И как-то чувак мне сказал, мы играли с ним в паре, он сказал, что, о, говорит, они обороняются. Значит, они проиграли. Поэтому любая коробочная стратегия, по крайней мере, в играх, которые относительно близки к так называемой исторической реалистичности исторической, все-таки коробочная тактика здесь крайне редко оправдана. Вот прям, ну вот вообще, и это явно не тот случай. Так, ну и вот пошел у нас натиск. Вот давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. То есть вот Гунду, он заходит и он атакует, я так понимаю, кого. Да, он пытается атаковать Хэ Маня, как наиболее, наверное, слабого чувака. Да, посмотрите, то есть вот они статы, мы с вами видим. То есть сейчас у него 323, он прожимает что-то. Да, вот власть ужаса, крик отчаяния прожимается. Внезапная атака, то есть у него 323 натиск. У него 53 скорость не растет. И вот у бесстрашного бойца тоже он фокусит Хэ Маня. У него 367 натиск. И у Хуан Шао 150. Даже у позорного Хуан Шао у него 150 натиск. Ну позорного в плане натиска, разумеется, не более того. Не туда нажали. Так, и вот мне интересно. Момент. Прожимается ли неподатливая земля? Да, вот она сейчас прожимается, неподатливая земля. И, в общем-то, он не должен был получать урон от натиска. Блин, но он его получил. Я так понимаю, что чуть-чуть замешкался здесь, скорее всего, Зеган. И не прожал он эту неподатливую землю. Но давайте посмотрим. То есть до Хэ Маня не добрались, чуваки. И да, вот эти Алибарды, Стражи Земли, в общем-то, они неплохо накидывают героям. Но Хэ Мань здесь зажат, один в троих. Вот и все. Также идет у нас окружение. Расстреливаются всадники-охотники. Ну, что-то как-то слабо они. Нет, по кавалерии сейчас лупят, по конникам-налетчикам. Зачем-то опять этот огненный выстрел. Мне вот совершенно непонятно. Ведь он же и своих бафает, дебафает, вернее, и чужих. То же самое. Но вот здесь нужно было все-таки, наверное, вытащить из этой мясорубки своих героев. Вот, по центру. Гунду, кстати, неплохо выхватил. Вообще, великолепно. Скорее всего, прошла вот эта вот обилочка от выстрел. Вполне возможно. То есть пока размен, мы с вами видим, идет равный. И сейвит своего Джанфея. Будем называть его так. Более того, выхватывает Хуан Шао. То есть по героям. По героям-то очень здорово. Вот они как раз и попали в Алибарды. И тут, я так понимаю, до Рейнджера доходит. Что нифига себе, запопал он в этих Стражей Земли здесь. И по героям очень здорово тащит. Да, не ожидал, конечно же, Рейнджер. Но вот сейчас мы опять-таки, Хранители Мира не стреляют. По тылам заходит уже Кавалерия. Потому что... Вот, вот, все понятно. У нас открылись тылы. В силу того, что вот этих все Алибарды были брошены. Посмотрите, раз, два, три, четыре. Четыре, пять отрядов Алибард, по сути. Ну, четыре из тыла. Они все были брошены во фронтлайн. Здесь проходит натиск. В спину, да, от конного ополчения. Не успевают среагировать эти копьеносцы. Желтых повязок. Достается им от Кавалерии. И не стреляют стрелки. То есть, вот один не стреляет. Соответственно, оголился тыл. И не ведет обстрел. Эти стрелки ополченцы. И то же самое. То есть, тылы полностью, по сути, оголились. И разбирает их сейчас Рейнджер. Чаржит он своей Кавалерии стрелков. Зегана. И... Но у Зегана остаются герои. Да, посмотрите. Раз, два. Два героя. Да, Хэмань добивает Джанфея. И... Кянкат здесь пытается разобраться с Кавалерией. Кавалерией, так, он на ополчение с копьями. Вот они под пламенем Феникса. Я так понимаю, это ее обилочка. Ага. Урон идет по площади. О, нифига! Они вдвоем ее запинывают! Обалдеть! Ничего себе, что творится, блин! Две Кавы запинали героя, по сути. Не, ну понятно, она там уже подпросаженная была. Но бегут они. Запинать не запинали, но выхватили. Да и она, она выхватывала. Благо дух природы. Ого! Джанфей бесстрашный боец. Посмотрите, прожимает власть ужаса. И накидывает Хэманию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, а по центру идет замес. Попали войска. Такое ощущение, что как-то то ли подрастерялся, то ли что. Ну, вот все же толпами стоит. Зачем? Вот же можно было встречать великолепными стражами земли все эти натиски. Как-то пытаться... Ну, стрелков всех разобрали. То есть стрелковая составляющая. Что там, порядка пяти или четырех ли стрелков было у Зегана. Они просто-напросто совершенно не сыграли. 31 для хранителей мира. Конечно же, это маловато. Так, ну, наваляли кое-как. И навыхватывали. Ох-ох-ох. Как же так-то. Да, вот пошла замечательная эта обилка. Подавляющий этот огонь. Посмотрите, то есть он делает несколько залпов. И анимация выстрела такая, что их... Сколько там? Несколько стрел летит. И наносят они достаточно сильный урон. Посмотрите, вот статы крайне так жестко порезанные. Ну, что ж. При этом бежит вся пехота. И герои, оставшись уже без собственных дружин, конечно же, тоже проседают. Ну, вот как-то... Как-то так вот получилось в этом бою. Ну, все-таки, возможно, и мог затащить этим составом Зеган. При том, что были выиграны вот эти геройские дуэли. Хотя, наверное, стоило добивать все-таки 2 в 1. У тебя 2 осталось героя. Нужно было этого толстяка, конечно же, добивать 2 в 1. Потому что это ломанулось на Каву. Что толку уже эту Каву было бить? Все-таки она хороша вот под прикрытием тех же самых Стражей Земли. То есть, поединок-то упорный. Но при этом мы видим, что без героев даже. И то, пожалуйста. То есть, вот все-таки есть примеры. И одни, и другие. Когда герои тащат, и когда без героев, пожалуйста, тоже можно затаскивать поединки. Что Стрелки, давайте посмотрим. 37, 33, 16. А их всего 4 даже Стрелка было. Ну, конечно, это очень мало. Тем более, что вот луки, тянки, они не такие уж и дешевые. Ну, и здесь, может быть, стоило копеечку по 520. Фиг его знает. Вообще, вот, у меня ощущение, что Рейнджер, он всегда рашит. И всегда можно попытаться встретить его раш на раш, но только более дорогим пехотным рашем. Потому что Кава-то у него, посмотрите, вот они по 550 и по 500, короче, чуваки. Вот эти вообще какие-то хроники реальные. Прямо картинка такая, такие смешные. Ну, Кава заиграна практически вся, кроме, вот, пожалуй, одного отряда. Точно так же, как пехота. Она просто перерубила всю пеху вообще. То есть, вот они эти Стражи Земли 15, 27, 12. Но они не заиграны были. Поэтому, вот, у меня все-таки больше ощущение, что заиграй их более грамотно. Даже не то, что грамотно, а просто заиграй вот этих Стражей. И поединок можно было затащить. Чтобы Кава, конечно же, долбилась об них, а эти постреливали бы Хранители Земли. Ну, вот, такие у меня впечатления после этого боя. Ну, и второй поединок этих же, битва Шофан, карта. После первого такого достаточно сумбурного комментария. Просто меня как-то зацепило это. Ну, еще раз скажу за наших болей. И, кстати, вот, Рейнджер, он в данном бою, посмотрите, это вот то, о чем я говорю. То есть, проявляет разнообразие в составах. Он берет Стрелков, что он делает, по-моему, крайне редко. Сколько вот я видел его боев. Но он берет через бой, по-моему, этих Арчей. Но могу я ошибаться. То есть, это легкая пехота с луками. Стрелки-ополченцы обычные. Скорострельность у них всего лишь 13. Здесь мы видим лучники-крестьяне. У них 12. Ну, да, эти чутка пошустрее. То есть, я так понимаю, это которые по 225 монет. Берется здесь Люйбу, который сейчас уже стоит 1650. Потом Суньцзянь и Сяхоудунь. Здесь же мы видим Джэньцзян. Это Гунду и Матэн. Ну, вот, опять-таки. Матэн, конечно, классно под Као. Я бы, наверное, уже при таком раскладе взял бы какой-нибудь Хуан Шао, если его не было в предыдущем бою. Ну, и в этом поединке более такие сбалансированные составы игроков. 4 мы видим Лукаря, лучники-крестьяне. То есть, исходя из того, что так близко все стоят, я так понимаю, ну-ка. Партизанская, партизанская, партизанская. То есть, я так понимаю, что использовал вот это передовое развертывание с Зегом. Ну, вот, опять-таки, что хочу отметить, что если вы берете передовое это развертывание, то, наверное, то есть вы рассчитываете на вот такое вот лобовое столкновение. Максимально быстрое. В этой ситуации зачем тебе Луки тогда? Вот сразу вопрос у меня. Я понимаю, что они там не супер дорогие. Скорее всего, они брались под Гунду. По 100, там, 45, что ли, эти монет, лучники-крестьяне. И здесь немного потрачено. Но, тем не менее. Потому что вот у этой мадам, у нее великолепные топоры. И ими можно было заходить сейчас сразу, вообще просто вот этот центр начисто ломать. То есть, вот эти вот три просто разламывать. Каву останавливать. Вот, пожалуйста, у тебя есть ополченцы с Дзи. Поэтому здесь вроде как бы и не раш, но именно такой вот балансный состав. Четыре Лука, которые начинают отрабатывать. Вот. И, ну, о-о-о, вон оно что. Понятно. Кава не успевает, ловит на ходу. Посмотрите, и мгновенно сливаются. Столько пехоты сливается у этого, у Зегана, что просто, как говорится, забей. Хотя можно было встретить ее и героями, и просто выделить нажатие и бэкспейс. И все. И вся бы эта кавалерия рейнджера, она бы просто рогами бы долбанулась бы. Болибарды ополченцев с Дзи и Абдзи бы эти долбанулась. И все на этом. Но, тем не менее, схватка продолжается. Войны с копьями, да. Вот чаржатся конные ополчения с копьями в них. И пошла схватка героев. То есть, бафы на бафы. Неподатливая земля. От гунду. Ну, посмотрим. Люйбу, конечно же, он проседает сразу. Вот тоже рейнджер. Ну, как-то вот это и все. К тому, что, ну, не настолько он прям вот супергрозный. То есть, я могу понять, еще с ментором там удалось ему. Да, ну, ментор уж сто лет не играет в Total War. А здесь чувак-то задрит конкретно. Рев зверя прожимается. В исполнении кого? Так, ну, это не гунду. Это Матен, да. Где он, Матен, бедолага? О, Матен. Да, Матен уже наваляли. Да, от Матена прожимается рев зверя. Ну, и да, обычно так и делают. Люйбу вытаскивают и начинают им по тылам отрабатывать. Да, и если на правом фланге, вот все-таки, блин, это вот этот вот натиск пропущенный. Да, пора уже спускаться с горки. Но они даже не успевают спуститься, они расстреливаются. И вот еще кава у нас спускаются, конные копейщики. Здесь же надо пехоту с дзы, конечно же, вот так вот разворачивать. То есть, надо чуть-чуть побыстрее, чем это делает Зеган. Так, здесь же у нас Джанзиан зависает, Гунду зависает во вражеских юнитах. Посмотрите, то есть Зеган молодец. Он, получается, ну вот в предыдущем бою геройским пулом он переиграл просто-напросто. Но там, конечно же, Рейнджер сам виноват, что в эти алибарды залез. И здесь, в принципе, неплохо у него по героям. Хотя, вот одного он проигрывает. Но, тем не менее, два в два остаются, при том, что остается Гунду. И вот он снова лезет в этих копейщиков. Для чего это, не совсем понятно. Но, в принципе, уже видно, что поединок, по сути-то, он уже проигран, да, получается. Так, не остается совершенно пехоты у Зегана. И Люйбу не догнать. Быстро ноги Люйбу. Ну и фокусить надо, не надо за ним бегать. Вот Гунду берешь, тянку эту вторую взял, Джанзианку, и туда ее вперед. А так, вот он, он на кавалерии сливается, сливается на этих конниках, на ударной каве и на этих, на войнах с копьями. Причем, это войны с копьями, вот эти 520 или 530 ли они стоят. 520, по-моему, они стоят. Вот они, кстати, обратите внимание, достаточно такие кост-эффектив, товарищи. Вот они, войны с копьями. То есть они просто уже стоят, не двигаются. Ну, очень жаль. Можно было и этими составами тащить. Рейнджера вполне. Ну, я говорю, good game. Всем спасибо за внимание. И пока.